Всем привет, друзья! Уже час двадцать. Сегодня вообще не охота. Что мне? Что-то так устало, не охота ничего снимать даже. Завезу тебя сразу же. Сразу же, сразу же. А как скажешь? А картошку? Давай сразу же. Сейчас картошку хотим взять. Сейчас потихоньку расскажу. Мы индюка сегодня кололи. И с ним провозюкались. Пока то-се. Пока третье-десятое. В общем, тихо-тихо. Тут вообще погрузочные работы какие-то идут. Кран работает. Ой, как неудобно. Когда они только закончат это все. Тебе разворотов хватит? Видите, какой кран стоит. Ой, и как нам? Машин там много как-то подъехать. Картошку то есть брать. У меня же с телегой не выехать. Не знаю. Давай смотри. Сейчас он там. Ай-яй-яй. Если вот этот не будет, он там и выезжает сейчас. В любом случае, думаю. Вот так что сейчас закончили. Поехали. Поехали с Фимой. Потому что мы... Да. А ты сюда что-то? Далеко. Вообще далеко. Давай наоборот. Давай наоборот. Нам просто картошку нельзя не будет. А ну да, взять. Пока цена такая нормальная. Ух ты ж. Ну что-то вообще... Смотрите, что творится-то. Блин, что сзади... Поджимает, да. Ай, кошмар какой-то. Туда сейчас я проеду. Вообще, идите раскакиваем. Вообще нормально. Блин, что тут уезжает? Да. Здесь вернуло-то поменьше. А фермер, светофор, видимо, все идут, да? Здесь-то места есть. Сейчас я вернусь-то снова там, а проеду. Если что-то уедет. Матвей с дедом стреляет. Давно уже ушли. Все еще нету. Вот. Сегодня видите, какой хороший так-то ясный день. Облачно. Сегодня у нас 7 октября. День рождения у детья Сережи нашего. Тоже его поздравляли. Звонили. Бабушка звонила, всех нас поздравляла. Но я его еще раз поздравляю, конечно. Вот. Это бабушкин младший брат, если что. Кто не знает. Встану, наверное, что-то сюда, нет? Не влезу, блядь. Не влезешь ты? Я тебе что и говорю? Сюда тоже не влезешь. Ладно, паркуемся потом. Все остальное. О, уезжает, уезжает. Ладно, все. Сейчас попробуем, короче, отваримся. Потом вам дальше все равно рассказывать. Что-то сейчас пока напряженная обстановка у нас тут. Так, все, выехали из этой давки. Из нашего фермера. Вообще взяли два мешка картошки. Мешок красный, мешок белый. Белый вообще. Такая крупняцкая, видела? Ага. Хорошая такая картошка. И они оптом по 20 рублей вообще продают ее. Но я не знаю, как они мне посчитали. Что-то я не поняла. Может и по 20. Потому что мы... Ну вот сколько это? Я думаю, что это опт. Потому что... В тот раз один мешок сколько был? А я не помню. Килограммов-то? Ну меньше он был. 28 килограммов. А это сколько? Мне кажется, тут все 40, наверное. Один мешок повешал на 800 рублей сейчас. Что тут? Не может быть. Я откуда знаю. По чем они мне считали. Ну у них написано, оп, 20 рублей. Только они по чем считали. Знаю. Ну короче, ладно. В общем взяли. Ну они тяжелые, большие мешки. Что-то зря ты там-то упакованы в два раз меньше. Да? Конечно, которые мы купили-то. Угу. Поэтому тут может и 40 килограмм быть. Запросто. Ладно, нет. Сейчас нам нужно... Ну я считаю, что опт... Это имеется ввиду, если не килограмм два, там три берут человек, да? А когда берет это... Оптом это ну 40 килограмм это опт. Правильно ведь? Ну что они ведь и в розницу продают, по килограммчику могут продать. Давай попрель заедем. В аптеку сейчас пойдем. Ну короче говоря, вот так вот. Два мешка я на 1600 взяла. Сейчас надо будет в подвал сегодня поспускать. Все равно банки спускать. Так что сейчас ящики есть свободные у нас. Забрузим ящики и спустим. Пусть будет. Пусть будет. Потому что все равно... Как бы даже если... Пусть даже они по 25 мне продали, как и хотели. Я же на неделе к ним заходила, а они мне говорили по 25 продадут. А сегодня написано по 20. Ну вот я короче не знаю. Но она говорит, местная картошка хорошая, она не гниет. Ничего типа того, что лежит. И все, пошла в аптеку. Так, все. Сходила я в аптеку. Купила. Один на 20, один на 10. Дед на 10, пьет бабушка на 25. Ну потому что вот что у нее давление скачет. Сейчас увеличили дозировку. Вот пьет на 20. Вроде бы или менее лучше. Так что вот так. Тут вон смотрите тоже продают тыкву у магазина. С машины прям домашнюю картошку. Вот. Такие дела. А Фима то с нами ездил. Почему? Потому что мы вон видите там большая синяя штука. Я вам потом покажу. Это комбинезон ему на зиму. С бабушкой мы решили купить. В общем заказали. И вот он пришел комбинезон и мерили ходили. На вырост маленько взяли. Чтобы на этот год и на следующий хватило. Потому что качественный он так то. Ну как сказать. Довольно по цене приемлемый я бы сказала. По сравнению с тем же там. Вот раньше я ему эти брала. Как они назывались. Ну фирмы то вот эти вот. Забыла название. Какой у него серый то был. Ну короче вот эти. Типа крокет. Вот эти вот да. Детские известные фирмы. Комбинезоны которые отшивают. Они конечно сейчас вообще по 7 по 8 тысяч. Этот за 5 100 мы взяли. Но я вам потом покажу. Он хороший. Качественный. Прямо нам сейчас так понравился. Такой теплый. Я говорю. Ни в одном лесу не замерзнешь гулять. Ни на лыжах не замерзнешь. Ни вообще. Даже 30 градусов. Оденет и не замерзнет ребенок. Прямо такой хороший. Цельный комбинезон. Мне нравится когда дети вот такой одевают. Потому что когда они. Видите. Идут. Играют на улице. У них там. Снег. Куртка задирается. Снег куда-то забивается. Короче говоря. Я люблю цельный. И он. Сам. Ему понравился. Но понравился. Ну. Он ему так-то хорошо. Ну. Чуть-чуть сидит. И по спине. И все. Но это самое. Немножко. Присобран вниз. То есть. В высоту маленько. Он еще может подрасти. Так что. Нормально. Все. На зиму его можно сказать. Одели. Обувь то вроде бы. У него еще как раз. Нам померить конечно. Растет быстро. Обувь. Ботинки мы ему брали. То есть. Зимой. Тоже немножечко. На выростах. Надеюсь что еще как раз. Может и нет. Не знаю. Верить надо. Да. Так что вот так. Ну ладно. Мы же помехали. Нет. Я про обувь говорю. Про обувь. Ага. Еще кое-что. Пришло там. Ему тоже. И еще что-то пришло. А. И мне кое-что пришло. Потом. Обзор сниму конечно. Это. На Wildberries то. Чтобы у нас был. Ролик с вами. Новенький. В понедельник наверное. Да. Выйдет. На цене. Что. С Wildberries. А. Которые прошлые. Да. Не с этим комбинезоном. Ну да. Там накапливаются у нас. Товары. Которые. Мы же их не разом. Выставляем. Дробим. Ну ладно. В общем. Вот такие дела. Поехали. Теперь. Купим этим. Индюкам. Сегодня Алеша. У них такую генеральную уборку провел. Вообще. Там ты даже. Даже. Не видел. А мне когда. Мне когда. Ну мы с вами посмотрим. Потом. Сходим ближе к вечеру. Корову. Пойду кормить. И это. Мне главное. С индюком было быстренько. Быстренько. Быстренько распластаться. И то. У меня сегодня. Меньше времени ушло. Потому что я его не разделывала на части. Мы его хотим продать. Ну попросили люди. В общем. Продать этого индюка. И мы как бы согласились. Цельной туши. Что мы его продадим. И хотим сразу же. Прям не тратя эти деньги. Прям сразу поедем. Купим. Свинину. Ну чтобы у нас разнообразие мяса было. И фарш охота сделать. Немножко. С примесью свинины пополам. Чтобы был. Вот. И мы хотим на эти деньги сразу купить. Свинину съездить. Наверное в метро поедем. Там все таки. Как бы это. Нам. Ну не знаю. И мы всегда там брали свинину. Надежнее там что. В магазине есть магазин. Проверяют там товар. Вот. Поэтому. Вот так вот. Такие задумки. Ну я надеюсь сделка пройдет удачно. Заберут этого индюка. Ну я написал как бы. Этим людям. Что я все для них подготовила. И разделывать не стали. Сейчас в мешок его запихали. И включили ларь морозильный. Который у нас пустой сейчас стоит. В него положили. И включили ларь. Потому что они еще пока не готовы приехать. Заняты весь день. Вечером приедут. Так что. Надеюсь что приедут и заберут. И завтра может мы их сгоняем. Да. Ты завтра как работаешь? С обеда? Ну вот. С утра может быть сгоняли бы за свининой тогда. Очень-очень хочется свининки тоже чтобы было. Ну ладно. Потому что много индюков мы продавать не можем. Нам же себе тоже надо обеспечить. Но тут как бы не продажа. А тут получается обмен уже. То есть как бы индюшатину на меня и на свинину получается. Вот так. Так. Вот. Поэтому мы вроде как не должны пострадать в мясе. Даже может немножко и выиграем. Потому что все-таки свинина подешевле чем индюка. Правильно ведь? Тем более домашний. Вот. А сколько сейчас свинины? Не знаю. Рублей 300 наверное стоит. Вот. А индюка я за 400 продаю. Такие дела. Ну ладно. Все. Сейчас за комбикормом. А потом за молоком. И все. Больше никуда. За хлебом еще. Хлеб и молоко. В общем так. Все. Поехали. Так. Вот видите. Верный. Мы открылись. Это. Это. Помните да? Где у нас кулинария была. Куда я заезжала всегда раньше. Раньше еще в былые времена за булочками. И здесь цех сам был. Вместо цеха сейчас открыли вот эту. Верный короче говоря. И что он большой? Большой. Большой. Но товара пока нет. Там так смешно. Полки допустим со спиртным. Целая стеллаж. Прям такой стеной. Один вид пива. Как в советском. С салатом. С морской капустой. Это заставляли все полки. Вот тут так же. Вроде бы заполнено. Но при этом как бы это да. Вот и. Ну вот так вот. Молоко допустим. От четвертого. От пятого числа. То есть. Хлеб тоже от пятого. От шестого. Свежий вообще не смогла хлеб взять. Ну вот. Шестое. Седьмое нашла. Которые. Это. По моему одну. Одну только пол булочки. Нашла седьмого. Остальное. Шестого. Пятого уж брать не стала. Короче говоря. Прям свежатины нет. Это. И хлеба мало. То есть. Выбора мало. То есть. Как то вот еще и товары. В общем не завезли особо. Открыться. Открылись. Ну вот так вот. Вот. Не совсем все свежее. Ну тут я и боюсь что будет залеживаться товар. Потому что этот район. Он как бы. Почему они пока смотрят. Как бы. Сколько заразить. Нет. Я тебе говорю по соседнему сельхозтехнике. Да. Считай магазин сельхозтехника. Почему тут. Там же. Там же тоже. Они завозят буквально по пять пакетов в день. Молока допустим. То есть. У них как бы шибко нет. Ну. Посмотрим чем. Ну я что то не уверена что он долго проработает. В этом районе. Посмотрим. Магазин. Что оно рентабельно будет. Не знаю. Ладно. Ладно. Они открывают магазины даже не рентабельные. Лишь бы. Заполнить. А рекламу сделать. Да. Ты что? Что то я не понимаю. Ай. О. Какие люди. В Голливуд сейчас помогать пойдут. Так. Ладно. Пойди там пакет с молоком. Тяжелый. Бери. У меня так. Чего то болит не может. То ли. Наворочилась. Чего то делится. Так. Да. Аккуратно. Аккуратно. Он порвется иначе. Очень тяжелый. Молока шесть бутылок одних. Вот. А еще минералка. Вот. Ага. Ну ладно. Пошли мы. А. Он сам взял свои вещи. Свой комбинезон сам взял. Вообще ладно. У нас картошка Алеша займется. Займется. В газетке взяла. Угу. Смотрите какая картошка. Я говорю нам в жизнь такое. Не вырастить. Чтобы вся вот такая отменная была. Они похоже ее перебирают перед продажей. И смотрите. Она вся такая. Вот уже три ящика он притащил. Не знаю сколько он сейчас натащит. Еще посмотрим. Еще белую сейчас вам покажу. Будем спускать сейчас в погреб. Потому что у нас еще от прошлой покупки целый бак стоит. Пока не надо нам. Так что вот так полезли. Смотрите. Видите она какая. Прям как отборная вся. Мелочи то нету. Ну такие вот бывают. Вот. Так что вот так вот она видите вся картошечка. Красота я говорю. Зачем мы выращивали. На две тысячи можно купить. То же самое количество как бы нарастили. Так что вот так вот. Бабушка еще хочет купить. Да. А то не хватит на зиму так. Да. Ну это и подумаем. Завтра доедем. Может еще. А сейчас по 20 рублей она идет килограмм. Видите сколько. Все таки они большие мешки. Алеша сразу сначала засомневался. Говорит. Да не может быть что они нам по 20 посчитали. Потому что получился 800 рублей мешок. Ну как бы по 40 килограмм. А может такое быть. Нет. Ну видимо может. Потому что он таскает тяжелое. Говорит. Вот. И так смотрим. Вроде ничего. Гнилой нет. Нормальная вся картошка. Так что. Надо еще взять будет. Может завтра после завтра. Ну завтра. Локоть не кусать. В общем пылесосила. Сначала лазили в подвал. Потом все давай прибирать пылесосить. Сейчас он Алеша мусор вынес. С корову сходил накормил. Вот. Сейчас в общем седьмой час уже пошел. Дед у нас тут новую картошку. Которую мы купили. И красную и белую. Испытал. Нажарил нам красиво. Ну ка я посмотрю. Если я. Если она еще осталась. Я вам покажу сейчас. Не отпустишь? Ага. Ой. Да ничего тут красивого не осталось. Остатки. Ну вообще. А ну ка. А здесь что? Тоже остатки. Ладно. Нечего показать. Они уже все съели. Две большие сковороды нажарили. Крупными вот такими кусками. Но тут вот остатки. Они уже развалки. Остались они. Ну не знаю какая. Красная или белая. Вкуснее. А ну ты на меня так смотрим. И хвостиком. Маска. Давай закусать хотим. Ммм. Детечок-то ходит. Кушать хочет. Да ты милый ребенок. Ой. Кушать хочет. Вот. Ну и в общем вот так. Сейчас вот прибрать надо только. Потому что жарил дед. Он тут маленько на тазике перемарался. Сейчас буду мыть. Вот. Ну а уже вымыла голову сразу после уборки. Потому что у нас сегодня с вами стрим. Надо хоть мне было прибрать маленько себя. Все. Вот так. Ну это стрим. О стриме как всегда узнают кто в Дзене нас смотрит. Поэтому. Ай. Потому что в Дзене ролик выходит в тот же день. А на ютубе на следующий этот же ролик выходит. С опозданием на сутки. Вот. Вы не смотрите нас в Дзене пожалуйста. Вот. Ну ладно. Все. Давайте тогда до завтра. Или до стрима. Кто как кто где как смотрит. В общем увидимся. Все. Всем всего доброго. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok